Очень много о применении пищевой соды писала Елена Ивановна Рерих в книгах по Агни-йоге. В письме от 1 января 1935 года, вот что написано. Вообще, Владыка очень советует всем приучаться принимать соду два раза в день. Это изумительно предохранительное средство от многих тяжких заболеваний, в частности от рака. Письма Елены Рерих, том 3, страница 74. А теперь мы знаем, почему справедливо эта рекомендация. 4 января 1935 года, я принимаю ее ежедневно, иногда при сильном напряжении, до 8 раз в день по кофейной ложке. Кофейная ложка в два раза меньше чайной, она вмещает в себя 2,5 грамма воды. Причем я просто высыпаю ее на язык и запиваю водой. Также замечательно хорошо действует при всех простудах и напряжениях центров горячее, но не прокопяченное молоко с содой. Письма Том 3, страница 75. 18 июля 1935 года. Затем советую вам ежедневно принимать 2 раза в день двуглекислую соду. При болях под ложечки, то есть напряжении в солнечном сплетении, приемы соды незаменимы. Да и вообще сода самое благодетельное средство, она предохраняет от всевозможных заболеваний, начиная от рака. Но нужно приучиться принимать ее ежедневно без пропусков. Также при ломоте и горении в горле незаменимо горячим молоком. Но не вскипевшее, а только с содой. Обычная порция, кофейная ложка на стакан. Очень советуйте всем сону. Также наблюдайте, чтобы желудок не был обременен и кишечник чист. Письма 18.06.35 год. Важное дополнение о приеме без пропусков и приучении организма к пищевой соде. Организм привыкает к поступлению соды и заранее компенсирует возможные сдвиги в желудке и кишечнике. В этом случае это не влияет на работу организма. Если же это делается нерегулярно, то нет соответствующих приспособлений и возможен вред. Особенно это возможно тогда, когда идет процесс пищеварения в желудке и кишечнике. В этом случае сода нарушает течение нормального пищеварения и этим наносит вред. Для ослабления диабета принимать соду. Важно понимать, что повышенное количество сахара в крови взгущает кровь, ведет к слепанию эритроцитов. Сода ведет к обратному подвижности, разъединению эритроцитов и одним этим ослабляет правление сахарного диабета. Явление переполнения психической энергии вызывает многие симптомы как в конечностях, так и в горле и желудке. Сода полезна, чтобы вызвать разрежение. Сода полезна и в смысле ее близости к огню. Сами содовые поля назывались пеплом великого пожара. Так в древности люди уже знали особенности соды. Поверхность земли покрыта содой на широкое употребление. Одно исправление жизни это тепло в организме. Если его мало, то потихоньку прекращаются биологические процессы. Поэтому его надо как-то поддерживать и стимулировать, чтобы нормально жить. Запоры лечат различными способами, упуская из виду самый простой и естественный. А именно, простую пищевую соду с горячим молоком. В данном случае действует металл натрий. Для поддержания работы кишечника не следует допускать чрезмерного обезвоживания каловых масс. И натрий поддерживает нужное количество воды в полости кишечника, чем и лечит запоры. Вообще, пищевая сода является природным слабительным средством. Напряжение, огненное отражение на некоторых функциях организма. Так, в этом случае для правильной работы кишечника необходима сода, принимаемая в горячем молоке. Сода тем хороша, что не вызывает раздражение кишечника. К обычному очищению кишечника можно добавить регулярный прием питьевой соды, которая обладает способностью нейтрализовать многие яды. 1 июня 1936 года Елена Рерих пестала. Но сода получила повсеместное признание. И сейчас ее увлекаются, особенно в Америке, где она применяется чуть ли не против всех болезней. Нам указано принимать соду 2 раза в день, так же, как и валериан, не пропуская ни одного дня. Сода предупреждает многие заболевания, включая даже рак. Письмо том 3, страница 147. Что касается валериана, было проведено наблюдение за показаниями общего и биохимического анализа крови после трехмесячного приема пищевой соды с валерианом. Отмечено увеличение общего количества лейкоцитов и лимфоцитов. Биохимический анализ показал возрастание эритроцитов. До приема соды показатели были несколько снижены. Это к валериану относится. Продолжаем. Не следует слепо увлекаться содой и только ей пытаться решить свои проблемы со здоровьем. Никто не отменял правильное питание, мышление, физическую нагрузку. Без соблюдения указанного ничего путного не получится. Это уже мои дополнения. 8 июня 1936 года. Вообще сода полезна почти при всех болезнях и является предохранителем от многих заболеваний. Поэтому не опасайтесь принимать ее так же как и валериан. Письма том 2, страница 215. Это изумительно предохранительное средство от многих тяжких заболеваний, в частности от рака. Я слышала о случае излечения застарелого наружного рака с засыпанием его содой. Когда мы вспомним, что сода входит как главный ингредиент в состав нашей крови, то становится понятным ее благодетельное действие. При огненных явлениях сода незаменима. Письма 3, 19, 1. Что касается огненных явлений, то возможно сода может поглощать избыток тонкой энергии, когда она начинает проходить через организм сознания человека. И этим предохраняет его от разрушения. Ведь далеко не каждый человек способен справиться с возросшим энергетическим током и выдержит его вибрации. Их надо в свое время гасить. Это мои пояснения. О дозах приема Елена Ивановна Рерих писала. Один английский доктор применил простую соду от всяких воспалительных и простудных заболеваний, включая воспаление легких. Причем он давал ее в довольно больших дозах, чуть ли не по чайной ложке, до 4 раз в день на стакан молока или воды. Конечно, английская чайная ложка меньше нашей русской. Моя семья при всех простудах, особенно при ларингите и крупозном кашле, употребляет горячее молоко с содой. На чашку молока кладем чайную ложку соды. Письма том 3, страница 116. Если вы не принимали еще соду, то начинайте с малых доз по пол кофейной ложечки 2 раза в день. Постепенно можно будет увеличить эту дозу. Лично я принимаю ежедневно 2-3 полные кофейные ложечки. Это Елена Ивановна Орегий говорит о себе. При болях в солнечном сплетении и тягости в желудке принимаю и значительно больше. Но всегда следует начинать с малых доз. Письма том 3, страница 309. Действительно, организм следует постепенно приучить к соде, чтобы она органично вошла в его обмен и воспринималась им как своя. Но при этом не забывать и о других составляющих здорового образа жизни. Шестое. Заключение. Конечно говоря о полезности пищевой соды, нельзя забывать о ее главнейшем свойстве ощелачивать организм и ее могучем действии, практике реанимации и откачивания человека при отравлении. С такими ситуациями человек сталкивается редко и не они важны повседневной оздоровительной практике. Поэтому я застраиваю внимание на неже следующем. Первое. Кислотно-ощелочное равновесие организма очень важный и тонкий параметр организма, за состоянием которого следит сам организм. И если пытаться его регулировать самостоятельно с помощью пищевой соды, то можно нанести вред вместо пользы, что чаще всего и происходит. Лучше всего это делать с помощью правильного питания и образа жизни. Второе. В результате своего оздоровительного опыта я прихожу к тому, что закисление как ощелачивание имеет разные причины и градации, которые могут быть полезны и вредны. Все трактуют закисление организма как крайне негативное и болезненное состояние. Но если мы берем голод, во время которого происходит сильное закисление внутренней среды, и в то же время разворачиваются уникальные целительные механизмы по излечению и укреплению организма, как понимать вредность закисления на голоде? Ведь голодание это природный процесс. Организм сам закисляется, а не ощелачивается с целью самоисцеления. Другое дело с помощью каких механизмов происходит это закисление. Тем более, если исследовать логике вещей, больной организм с уже закисленной средой подвергается голоду, во время которого начинает закисляться еще больше, и он должен погибнуть по логике. А нет, это оказывается необходимым условием для расшлаковки, обезвреживания ядом, рассасывания всего вредного, болезнетворного, уничтожения от разного рода паразитов, вирусов, бактерий, грибков, полипов, листов, быстрого выведения лишнего и вредного вон из организма, а также создаются условия и стимуляция для роста здоровых клеток. Я сам голодал и неоднократно, самые разные строки от 1 до 40 с лишним суток. И все это прочувствовал и видел своими глазами. Вывод напрашивается сам, закисление может быть вредным и может быть целебным. Все дело в том, когда с помощью каких веществ и механизмов оно осуществляется. Вредное – результат гниения, соответствующим запахам гниения, целительное – результат обновления запахов ацетона. Но это положение справедливо только для голода и появляется на 4-7 сутки. Потому что запах ацетона появляется и при сахарном диабете и некоторых иных заболеваниях. Видите, насколько тонкая грань между закислением целительным и болезнетворным. Третье – верно подмеченный механизм действия пищевой соды препятствует слепанию между собой эритроцитов, за счет чего усиливается текучее питательное, дыхательное, очистительное свойство крови. Это может происходить не от ощелачивания крови, а от придания дополнительного отрицательного заряда эритроцитов, в результате которого они лучше отталкиваются друг от друга. Конечно, для организма важна внутренняя среда, но еще больше важна энергия в виде свободных электронов. Вот ее и дает пищевая сода при расщеплении на анионы и катионы. Среда средой, но если в ней нет энергии для расщепления субстратов, то и здоровье будет соответствующим. Ведь в организме действует цикл Крепса. Это система электронного каскада, который основан на переносе электронов. И если их в организме недостаток, то что переносить и чем окислять? Именно появлением в организме свободной энергии можно объяснить все многообразие лечебных феноменов. Четвертое. Наличием свободной энергии в организме можно объяснить окисление и нейтрализацию разного рода шлаковых ядов, вплоть до свободных радикалов, а также способность к ранозаживлению, восстановлению, восстановлению ослабленных функций, например, почек, печени, и даже растворению разного рода конгломератов, то есть сгущений. Пятое. И вот мы подошли к тому, что пищевая сода эффективна для изгнания из организма родного рода паразитов, от вирусов, бактерий, грибков, шеи до глистов. Вывод напрашивается сам собой. Пищевая сода – это яд. Причем такой яд, который организм вырабатывает сам для своей защиты. Это не тот яд, который поступает извне и травит как паразитов, так и хозяина, а собственный, необходимый для защиты и самосохранения. И оказывается, его можно усилить с помощью пищевой соды, которая уже имеется в организме. И более того, является одним из основных компонентов наших жидкостных средств. Именно этими свойствами объясняется лечение грибков, шеи, бактерий, опухолей, глистов и прочей живности, причиняющей вред организму. Шестое. А вот что касается желудка, пищеварения, то здесь пищевая сода уничтожает защитную слизь со слизистой пищевода желудка. Это крайне опасно и оказывается вредно. И потому специально подчеркивается, в каком виде, когда ее следует принимать, чтобы не было вреда. Первое правило. Запоминайте. Пищевая сода должна быть погашена горячей водой и молоком, температура которого свыше 60 градусов Цельсия. То есть она должна прореагировать и разделиться на свои составляющие вне организма. Именно реакция внутри желудка порты его слизистой оболочки. Либо рассосаться во рту и здесь же всосаться в кровь, как это делала Елена Рерих. Второе правило. Даже в погашенном виде пищевая сода должна пройти желудок тогда, когда в нем нет пищеварительного процесса. Поэтому ее принимают натощак, либо за 20 минут до еды, при условии, что желудок уже пуст. Если же в нем идет пищеварение, то сода его нарушит и этим запустит цепочку болезнетворного процесса. Седьмое. Мне очень понравилось разъяснение средневековых целителей, как и за счет чего действует пищевая сода. Свойство ее сильно жгучее. Жизнь это процесс теплотворный и если его мало, тепла, то и здоровья нет. Далее пищевая сода убивает в шеи и листок. То есть весьма полезный для нашего организма яд и вреден для всех остальных. Интересно высказано в недревнихе о том, что пищевая сода своеобразный аккумулятор солнечной энергии. И что ее можно дополнительно активировать, выставив на солнце или на открытый огонь. Прием такой активированной соды вызывает активацию огненных энергий в организме человека с проявлением всевозможных феноменов чудотворства. Однако человек должен до них созреть нравственно, чтобы они не сожгли его по неосторожности или глупости. По крайней мере, я разобрался в этом вопросе для себя. А электропрактика дополняет твое знание о пепле Божественного огня. О чем я вам и поведал. А электропрактика дополняет твое знание о пепле Божественного огня.